Всем привет! Вы на канале ТОПАРМИЯ. Полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вблизи Флориды поставил в тупик авиацию в США. Такими данными поделились военные аналитики из Китайской Народной Республики. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 «Белый Лебедь» являются одними из сильнейших в мире самолетов в своем классе. Разработанные несколько десятилетий назад самолеты до сих пор не имеют в себе равных грузоподъемности и скоростных характеристиках. Они настолько быстрые, что даже многие современные машины ВВС США не могут с ними конкурировать в этом показателе. По словам китайских экспертов, не так давно скорость Ту-160 поставила в тупик всю американскую авиацию. Об этом сообщает издание СОХУ. Ту-160 хорош во многих компонентах – скорости, грузоподъемности, мощности вооружения. Но это еще не все. Одним из сильнейших его козырей стала способность уходить от преследования, отмечают авторы СОХУ. «Белый Лебедь» оснащен двигателями НК-32, и они способны развивать фантастическую тягу. Благодаря ним скорость самолета на форсажах составляет порядка двух махов – 2200 км в час. Для сравнения, скоростной предел новейших американских истребителей пятого поколения F-35 составляет 1930 км в час. Таким образом, F-35 имеет мало шансов перехватить громадный бомбардировщик, даже если тот будет летать в непосредственной близости от побережья Соединенных Штатов. В Китае напомнили, что некоторое время назад пара российских ракетоносцев Ту-160 провела весьма эффективный полет над акваторией Карибского моря. И во время этих маневров приблизилась к американской Флориде. Самолеты хоть и летали на довольно почтительном расстоянии от американского штата, но при необходимости могли угрожать американской территории даже на таком удалении. В подобной ситуации можно было бы ожидать, что ВВС США попытаются перехватить российские боевые единицы, но ничего подобного не произошло. Более того, маневры белых лебедей поставили в тупик американских военных, они не знали, как на них реагировать. Пара российских самолетов Ту-160 пролетала рядом с Флоридой, и ВВС США даже не попытались их перехватить, констатировали китайские журналисты. По данным издания, американские военные подняли в воздух свои самолеты, но в итоге не стали приближаться к российским Ту-160. В КНР не исключили, что ВВС США опасались провалить операцию по перехвату этих самолетов на своем же заднем дворе. Скоростные характеристики белого лебедя настолько серьезные, что американцы не были уверены в успехе миссии, и поэтому предпочли не рисковать. А на этом все, вы были на канале ТопАрми, делимся своим мнением в комментариях под видео. Я с вами прощаюсь, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok